Ну, что такое развал Советского Союза? Во-первых, мы мгновенно потеряли советские предприятия. Мы грузили на Запорожье более 2 миллионов запорожсталь, грузили на Донбасс около миллиона. Это все было уничтожено, это колоссальные потери. Вот. Затем снизились объемы на экспорт. Рынок нам не удалось до конца 90-х годов восстановить, ни грамма. Ну, все-таки я скажу, что именно то, что коллектив был более-менее сплочен, более-менее люди желали выжить, и куда денешься? Страна развалилась, уже на север никто не уедет. Я, начиная с, так будем говорить, 99-го года, наверное, практически 30% времени жил за границей. Ну, как, я на 2-3 дня улетал и прилетал назад. Мы бывали на предприятиях, где нужны акадыши. Требовало от нас единственное – мотаться по белому свету и искать потребителей наших акадышей. Но самое страшное, что они были самые низкокачественные. Потому что физические процессы и обогащения уже никакого прироста качества не могли дать. Уже все. Это во всем мире было доказано. Только флотация. Флотация – это химия. И флотация использовалась в Советском Союзе на цветных металлах. Там пустыня. Все выиграло и так далее, и так далее. С нами работал Поль Йенсен. Большой специалист, он тоже обогатитель, но он больше связан был с оборудованием. И тут он рассказывает о том, что есть закрытая информация о том, что в Америке семь комбинатов в районе Великих Озер, на Токонитах, руда называется, как наши, работает на флотации. Через Королевский двор Швеции удалось договориться с американцами. И я, главный обогатитель, главный конкурователь, вылетели в Америку побывать на этих предприятиях, увидеть где-то все. Сем комбинатов. Когда с самолетом подлетали, я увидел, что труба с фабрики идет в озеро, а 300 метров люди купаются. Я сфотографировал – все. Вопрос уже понятен. Когда я вернулся, я ее вызвал – все, рисуем, делаем проект флотации. Я горжусь тем, что, во-первых, это нам удалось освоить легко. Молодцы. Красуля, зовут Батька, это мои, так сказать, специалисты. Вот я за Австрию вам уже на коротке сказал, да, которая из 300 тысяч дошла до 3 миллионов уже потом. Так. Польша увеличила, Югославию, Чехию. И мы вытеснили с рынка северный, центральный, Михайловский, Лебединский Гоки России. Вместо них начали поставлять Акатыши. Есть один прекрасный человек, Мороз Александр Григорьевич. Он был коммерческим директором в свое время, потом в Славутии Чурда. Фирма была создана специально для реализации продукции Полтавского ока. И вот его величайшая заслуга именно в восстановлении рынка. Не восстановление, а нахождение новых потребителей Акатыши Полтавского ока. Требовало огромных затрат времени, энергии, потому что надо знакомиться, надо убеждать, надо... Это переговоры сутками длились. Невозможно было, потому что есть партнеры, которые рвутся. Допустим, Михайловский ГОК мы продаем по одной цене, он приезжает на 5 долларов дешевле предлагать. Ну, как тут? И вот, учитывая наши отношения человеческие, производственные, с новыми предприятиями Польши, Румынии, Чехословакии, Австрии, Югославии, нам удалось восстановить рынок. Удалось. Информационные обмены, приезды, мы их сюда привозили, съездили к ним, смотрели, рассматривали технологии убеждений и так далее, и так далее. Это был ужасно тяжелый процесс, но, тем не менее, удалось. Я хочу, чтобы вы все слышали, что имя Александра Георгиевича Мороза должно быть золотыми буквами, вот там где-то написано. Патриотизм на комбинате был высочайших размеров. Вот я это слово не придумал, но я горжусь этим, потому что я все сделал для того, чтобы комбинат расцвел. Назвать это счастливой жизнью сложновато, но интересно.